Исход чемпионата Европы для воскресенского ветерана дзюдо и самбо решила дополнительное время. А в схватке с немцем 73-летний спортсмен, оценив свои силы, в последний момент решился на фирменный прием. В итоге в личном зачете именно это и принесло ему бронзу на соревнованиях. Я думаю, терять нечего. Я ухожу под него, упор стопы в живот, и он мне как свечка летит вверх и ложится на спину. Вот, Лазарь. Я вроде как на удержании, но мне уже говорят, все, победа. То есть я в таком возрасте, такое исполнение. Но это мой коронный прием еще с юных лет, потому что я исполнял в разных положениях, в разных вариантах. Всегда еще в 70-е годы. Ну и здесь возродилось в памяти это все движение. В целом в соревнованиях приняли участие свыше 800 атлетов. Сборная России в чемпионате Европы завоевала второе место в медальном зачете. И Анатолий Махин внес свой вклад в эту победу. Ради соревнований он даже в рекордные сроки скинул вес. Для того, чтобы войти в эту весовую категорию, пришлось 9 килограмм мне поджаться. То есть эта сгонка была форсирована где-то за две недели-полторы. И за полторы недели, на 9 килограмм, подсушиться было профессионально. Ну, опыт есть и в прошлых лет. Анатолий Дмитриевич поблагодарил за взаимодействие пресс-службу МВД России по Воскресенскому району в лице старшего инспектора по связям со СМИ Светланы Дубцовой. И мы от всего спортивного сообщества, от всего, так сказать, молодежного сообщества, Светлана, просим вас и с душой дальше также освещать, быть рядом с нами и быть всегда до наших всех спортивных соревнований, которые здесь проводятся. Самбист и дзюдоист, ветеран спорта и органов внутренних дел, подполковник милиции в отставке и бывалый путешественник. За плечами соревнования международного и европейского уровня в Хорватии, Америке и в Голландии. В ближайшее время Анатолий Махин планирует продолжить свою спортивную карьеру, приняв участие в чемпионате мира в Марокко.